Black Star в белые ночи. Сегодня вечером Тимати в рамках своего тура даст концерт в Ледовом дворце. А вечером, накануне возле Казанского собора, певец раздавал своим фанатам бутылки с квасом. Поклонников не испугала ни погода, плакали небеса, но приезда кумира многие все-таки дождались. И если вспомнить строки из песни, то клубы любят Тимати, чиксы любят Тимати, мажоры почему-то тоже уважают Тимати. В общем, у нас уже в студии вместе со светским обозревателем Светланой Данилян. Свет, ну уже вспомнила я песню Тимати, спрошу тебя, во-первых, где лучшие тусовки, ну а во-вторых, успела ли ты испить просто вот этот вот звездный квас? Юль, я приветствую тебя. Ну лучшие тусовки, конечно, у нас в студии, потому что сегодня у нас в гостях Тимати. Квас он с собой не принес, ну а почему именно квас и что вчера вообще происходило на площади, мы сейчас спросим у Тимати. Привет, я приветствую тебя в нашей студии. Добрый день. Ну расскажи, пожалуйста, вчера вы, конечно, наделали шума у Казанского собора, что чувствовали в этот момент твои поклонники, мы видели все из наших материалов, какие эмоции ты испытал, как прошла встреча? Я очень сам волновался, потому что я кинул клич о том, что я приезжаю непосредственно к Казанскому собору за час до вылета из Москвы, то есть у людей было всего три часа, чтобы прийти, очень многие мне в ленту писали о том, что почему так рано, мы еще на работе, мы не можем сбежать с работы. Я волновался, может быть, путь 150-200 человек соберется. И потом, когда я приземлился, мне сводка доложила с площади, что просто идет страшный дождь, ливень, что там никого нет. Но, собственно говоря, у нас, как говорят, пацан сказал, пацан сделал. Я говорю, я поеду, значит, один буду пить, собственно говоря, квас, никто не придет, ну, значит, сэляви. И как по волшебству, ровно за две минуты до того, как машины появились на площади, дождь прекратился, машины въехали, и я просто обнаружил, что вокруг меня, наверное, ну не знаю, тысяча-полторы человек стоит, то есть это просто было какое-то безумие. Ну, я, естественно, приехал не с пустыми руками, у нас были багажники загружены квасом. Это специальный лимитированный квас с моим изображением, каждая бутылка подписана с автографом. Собственно говоря, я раздавал людям и очень надеюсь, что никому не попало в голову. Слушай, ну немногие знают, но квас, это же еще и пропаганда здорового образа жизни, правильно? У нас сегодня в Санкт-Петербурге стартуют экскурсии по шнуровским местам с главным лозунгом в Питере пить, а ты тем временем пропагандируешь здоровый образ жизни. Расскажи, пожалуйста, об этом. Сто процентов я считаю, что квас это самый здоровый напиток, и что самое приятное, это исконно русский напиток, то есть изначально наша, так сказать, традиционная вещь, моду на которую я возвращаю обратно. То есть вместо того, чтобы пить другие фирменные газировки, вредные для здоровья, мы будем пить квас, собственно говоря, когда дрожжи настаиваются, выделяется определенное количество полезных ферментов и витаминов, поэтому квас, он на самом деле крайне полезен. И эту добрую традицию мы возвращаем обратно. Но у вас не так давно, точнее год назад, да, завершился тур ГТО, в котором вы, собственно, пропагандировали здоровый образ жизни, а вот сегодня ты в Петербурге со своим новым туром Олимп, и у тебя концерт в Ледовом. Расскажи, пожалуйста, какие-то полюбившиеся всеми песни будут, или будут только новые хиты? Мы очень долго готовились к сегодняшнему концерту. Я могу уверенно сказать, что сегодня пройдет мой лучший концерт, который когда-либо был в Санкт-Петербурге, потому что мы несколько фур оборудования своих привезли из Москвы сюда. Приехала целая команда. Тут на площадке сегодня работает больше ста человек, именно нашей команды, над постановкой этого шоу. И сегодня не будет обычный рэп-концерт, когда там выходит MC и читается сцена, просто на микрофоне развлекает людей. Сегодня люди получат качественное шоу, плюс все хиты за последние 15 лет моей карьеры от той песни, которую ваша соведущая озвучила, про в клубе, там и Чиксы танцуют, уже вот до всех самых последних хитов. Сегодня как машина времени для всех моих поклонников. Тем более я от всей души хочу поздравить Санкт-Петербург с Днем Города. Сегодня большое событие. И, собственно говоря, я сегодня жду всех на концерте, у кого есть время. Приходите. И еще один очень интересный момент. Буквально за час до концерта, в честь Дня Города, вас всех ждет сюрприз в кассах. Приходите. Будет интересно. Ну еще давай скажем, что сегодня с тобой будут твои подопечные, правильно? Егор Крид и Скрунш. Сегодня со мной на сцену выйдет новый артист лейбла Скруджи. Это хип-хоп-артист. Сегодня со мной на сцену выйдет Егор Крид. Сегодня со мной на сцену выйдет Эл-1. И еще несколько гостей, о которых я пока просто не могу говорить в эфире. Это сюрприз. Собственно говоря, о которых люди... Сюрприз, а о которых люди узнают в последний час продаж в кассах. В общем, я так понимаю, что будет жарко. Это будет такой своеобразный подарок для жителей Санкт-Петербурга на День Города. Поэтому мы обязательно будем. Вот сейчас там у входа выстраивается очередь на то, чтобы сфотографироваться с тобой. Так что Питер любит вас. Юль, я передаю тебе слово. Да, спасибо, Света. Обязательно. Я думаю, что сегодня с тобой зажжем просто и порвем танцпол Ледову. Потому что я песни Тимати многие знаю, всей душой просто. Я уеду жить в Лондон, мне Москва будет сниться. Это была Светлана Данилян. Она пообщалась с Black Star, которая сегодня вечером даст концерт в Ледовом дворце.